Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема посвящена раку молочной железы, лечению и профилактике. 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Среди всех видов рака у женщин эта опухоль занимает такое главенствующее положение, и это 15-20%. В мире ежегодно диагностируется порядка миллиона 250 тысяч рака молочной железы. У нас в регионе в преддверии этого дня борьбы с раком молочной железы проводится всегда системно очень много различных мероприятий, направленных именно на борьбу, на профилактику этого заболевания. И сегодня мы пригласили к нам в студию Шарафудинова Марата Гакифовича, заведующего кафедрой онкологии и лучевой диагностики Ульяновского государственного университета, доцента, кандидата медицинских наук, врача-онколога. И мой первый вопрос, он такой, наверное, и одновременно простой, и одновременно сложный. Почему возникает рак молочной железы? Какие факторы риска? Сейчас добрый день, уважаемые друзья. Конечно, вот сейчас мы знаем наука, практика знает 200 причин возникновения рака. Вот среди сейчас на первый план выходят такие факторы риска, как неправильное питание, курение, алкоголь. Вот в отношении рака молочной железы в связи с тем, что это на самом деле, я с вами абсолютно согласен, очень грозные заболевания и давно уже в мире борются с этим заболеванием. Может быть, известно чуть больше в настоящий момент, и у нас есть и больше возможностей в лечении, прицельном лечении данной патологии. Но опять-таки мы не можем сказать, что есть лишь там какие-то обособленные причины возникновения этого опухолевого заболевания. Мы можем лишь назвать эти факторы риска. Ну, один из факторов риска, Всемирная организация здравоохранения указывает на это, это возраст. Вот, возраст старше 50-60 лет. Ну, бытует мнение, что рак молодеет. На самом деле нет, наоборот, рак стареет, опухолевые заболевания проявляются в более старшем возрасте. Вот в нашем регионе пациентки с данной патологией, злокачественного образования молочной железы, это люди примерно 65 лет в среднем. В России это ближе к 70. То есть возраст один из факторов риска. То есть возрастной ценз, он все-таки имеет. Да, да, возраст один из факторов риска. Еще одним фактором риска это поздние роды. Вот, у женщин, которые родили первого ребенка после 30, по некоторым данным в 2, по некоторым данным в 5 раз, выше риск возникновения рака молочной железы, чем у женщин, которые рожают первого ребенка раньше. Вообще, самый малый риск возникновения рака молочной железы у женщин, которые родили 3 и более детей. Да, гораздо снижается риск возникновения рака молочной железы. То есть мы сейчас даже развели миф какой-то, да? Да, это связано с правильным гормональным фоном молочной железы. Потому что это гормонозависимое заболевание. То есть при каждой беременности, при каждых родах, да, женщина гормональный фон работает, и поэтому сопротивляется. Рак молочной железы – гормонозависимое заболевание. Это давно известно, и поэтому сбой в гормональном фоне – это тоже фактор риска возникновения. Вообще, у женщин сбой на уровне головной мозг, щитовидная железа, надпочечники, яичники. На одном из этих уровней сбой мы ищем патологию молочной железы. То есть это очень важно. Поэтому гормональная терапия, которая нерациональная гормональная терапия, которую особенно пациентки могут без рекомендации, без контроля врача принимать эти гормоны, они могут способствовать возникновению рака молочной железы. Ну вот известный факт – это неправильная функция щитовидной железы. И это ведет, вот этот гормональный сбой ведет в том числе и к опухолевым заболеваниям молочной железы. Еще одним фактором риска является искусственное скарбливание детей, то есть отказ от грудного скарбливания. То есть переход на искусственное скарбливание тоже? Ну вообще сейчас, к сожалению, мода на то, чтобы… Ранний отказ, да. Ранний отказ. Вообще нет практически грудного скарбливания. Это очень плохо. Это риск и для женщин, и для детей. Известны случаи, когда у детей самостоятельно редуцированы были опухоли, излечивались дети в младенческом возрасте от опухолевых заболеваний, благодаря иммунитету, материнскому иммунитету, который передается молоком. Прямо доказаны такие факты, да? То есть сам ребенок самостоятельно излечивается от опухолевых заболеваний. Ну и, конечно же, вот грудное вскарбливание, естественное вскарбливание – это очень хорошая профилактика рака молочной железы. Фактором риска может быть считаться факт позднего наступления климакса, старше 55 лет. Фактором риска является ожирение. Вообще фактор питания выходит сейчас в мире на первый план, как фактор риска опухолевых заболеваний. И вот при раке молочной железы ожирение, особенно в период климакса, это способствует возникновению рака молочной железы. Фастфуд, неправильное питание – все это приводит к этим факторам. Еще одним фактором риска рака молочной железы могут быть предопухолевые заболевания. Ну, мастопатия, достаточно разношерстная группа заболеваний, предопухолевым является лишь фиброзно-кистозная мастопатия. И эта форма мастопатии должна очень активно наблюдаться врачами. Пациентки должны следовать рекомендациям врачей, потому что это является предраковым заболеванием. Существует и наследственный фактор. Это тоже предрасположенность наследственная является фактором риска рака молочной железы. Ну, вот, наверное, основные факторы. Ну, вообще, конечно, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, все эти факторы можно назвать, как бы, таким пистолетом, да, который есть у риска у любого человека. Факторы риска, канцерогены, которые нас окружают. Все-таки курок, который взводит этот пистолет, это образ жизни человека. И он находится у самого человека, да? Конечно, конечно. И поэтому правильное питание, отношение к своему здоровью, хорошие семейные отношения, ценности, любовь в жизни женщины. Конечно, это очень важно. Физическая активность. Вот доказано, что в группах женщин, которые активно занимаются водными видами спорта, там мало рака молочной железы. Вот, то есть, факторов достаточно, с одной стороны, много, но с другой стороны, мы можем сказать, что во многом определяющим является образ жизни человека. Ясно. А какие, ну, скажем так, первые признаки рака молочной железы? Вот как можно? Может быть, визуально или как-то, может, пальпаторно? Как это все это? Самое перспективное в плане выявления, раннего выявления рака молочной железы, это выявить рак на той стадии, когда он абсолютно не беспокоит. Его нельзя прощупать, его нельзя увидеть, и он не беспокоит пациентку. Такие выявления, они возможны лишь при проведении активного выявления, при профосмотрах. Вот. Мы долгое время говорили, что самым хорошим методом выявления рака молочной железы является самообследование, чтобы женщина сама обследовала, прощупывала молочную железу. На самом деле нет. Когда женщина что-то обнаруживает у себя, конечно, однозначно надо бежать к врачу. Но это не исключает, конечно, да. Бежать к врачу, да, обязательно, да. Но это все равно уже может быть не ранней стадии. Поэтому на сегодняшний день во всем мире стандарт в ранней диагностике рака молочной железы, это в определенном возрасте скрининговая программа, маммография, рентгенография обеих молочных желез. После 40-50 лет этот метод исследований должен быть обязательным у женщин. У нас он в России входит в программу диспансеризации взрослого населения. Сейчас есть 19 маммографов в Ульяновской области, есть и передвижные маммографы. Если в поликлинике по месту жительства у женщин нет этого аппарата, рентгеновского маммографа, то у этой поликлиники есть договор с рядом расположенным медицинским учреждением, где женщины бесплатно сделают это исследование. Всем женщинам от 40 до 75 лет раз в 2 года есть возможность пройти данное обследование бесплатно. В чем преимущество такой ранней диагностики и именно скрининг рака молочной железы способствует снижению смертности в мире и выявлению ранних форм рака? Если женщина придет, например, в 40-45 лет на это исследование, то благодаря рентгенологическому исследованию, маммографии мы можем выявить раннюю форму рака или предраковые заболевания. Это будет небольшая опухоль, которая может в таком состоянии быть достаточно долго, и 10, и 12, и больше лет. То есть мы в этом случае, делается небольшая операция, подтверждается диагноз, и все. Молочная железа сохранена, калечащих операций, больших операций, инвалидизирующих операций не будет. Лучевой терапии здесь не нужно, это ранняя форма, и лекарственной терапии тоже не нужно. И самое главное, 100% излечения гарантировано данной пациентке. 100% излечения от рака, вот при ранней форме. Если женщина не пришла на маммографию, пришла, например, в 45 лет, она приходит в 60-65 лет к врачу, уже с пальпируемой опухолью молочной железы, с увеличенными лимфатическими узлами, где есть уже опухолевые клетки, здесь уже, к сожалению, прогноз не столь благоприятный. Мы проведем, конечно, методы лечения, будет операция, будет лекарственная терапия, будут лучевые методы исследования, но все-таки прогноз менее благоприятный на полное излечение. Вот это нужно объяснять, и как раз вот такие мероприятия и в рамках различных акций способствуют правильной информированности жителей, как относиться к своему здоровью, какие есть методы обследования, куда нужно обращаться. Это очень правильно, я считаю, вот мы площадки разные должны использовать, вот и вашу достаточно популярную, насколько я знаю, передачу, и поэтому нужно об этом рассказывать. Вы уже сказали, да, мы сказали об этом, что входит в диспансеризацию, профосмотры, это очень нам помогает эти методы исследования, да, но все-таки вот про наследственность я хочу вернуться к этому вопросу. Если все-таки вот кто-то из родственников, у кого-то из родственников было в какое-то время диагностирована опухоль молочной железы, следует ли такому человеку как-то чаще обследоваться или более как-то к себе внимательно относиться? Ну, конечно же, однозначно ответ заложен в вашем вопросе. Но мне хотелось бы сказать, что все-таки чаще всего рак молочной железы – это болезнь, где не прослеживается в предыдущих поколениях данного заболевания. Спорадический рак, он называется в науке, спорадический рак, то есть это рак, не связанный с наследственностью. Это генетический рак? Две трети таких пациенток, то есть почти 70% пациенток спорадического рака. Но все равно фактор наследственности является одним из факторов риска. Есть порядка 20 с небольшим процентов семейного рака, так называемого, семейный рак. Это случай как раз, где в двух-трех предыдущих поколениях у женщин, у родственников были данные заболевания. Это семейный рак. А еще процентов 9 – это отягощенная наследственность. В настоящий момент с развитием молекулярной онкологии, молекулярной генетики у нас есть возможность выявить, например, предрасположенность, наследственную предрасположенность к некоторым опухолевым заболеваниям, в том числе раку молочной железы. Это вот такие гены, как BRCA1, BRCA2. Благодаря актрисе Анжелине Джоли стали они известны. Она как раз выявила у себя такую генетическую предрасположенность. Но что делать в этом случае? В каждом конкретном индивидуальном случае решается индивидуально. Сразу идти и удалять молочные железы, наверное, как сделала актриса, наверное, не совсем правильно. Но наблюдаться, конечно, абсолютно правы. Нужно очень внимательно и выполнять рекомендации врачей в этом случае. То есть наследственный фактор – это предрасположенность, она есть. И поэтому врачи обычно опрашивают пациентов, и сами пациенты должны об этом знать. Сейчас вы сказали уже как специалисты об этом, но все-таки я хочу еще раз, чтобы телезрители, может быть, услышали это. Всегда ли такой радикальный метод лечения, как удаление молочной железы, приводит к выздоровлению? То есть обязательно таким условием должно быть или нет? Или все-таки, ну да, тут вытекает одно из другого. Чем раньше выявишь, тем быстрее все это вылечится и все проще. Не прибегнуться к таким. Мы ведь лечим, вы прекрасно, Павел Сергеевич, знаете, нас учили в институте этому, лечим больного, а не болезнь. Мы лечим человека. В каждом конкретном случае индивидуальный подход. Вообще рак молочной железы в настоящий момент – это несколько видов заболеваний. Сейчас, благодаря в том числе молекулярной диагностике, в том числе развитию иммуногистохимических методов исследования, мы подходим к очень точной постановке диагноза. И данная постановка диагноза дает нам возможность точного лечения, прицельного лечения. Вот у нас сейчас в онкологии есть ряд препаратов, которые относятся к препаратам таргетным. Таргетная терапия. Таргет – значит цель по-английски. То есть это препараты, которые бьют точно в цель. И вот есть форма, высокоагрессивная форма рака молочной железы. Она обусловлена определенными онкобелками. И поражает женщин молодого возраста. Плохо поддается обычной терапии. Но у данной категории пациенток есть преимущество. Есть таргетная терапия. В нашей Ульяновской области очень давно мы эти препараты таргетные используем. И достаточно успешно. Даже при такой форме, высокоагрессивной форме рака. При остальных формах решается в каждом случае индивидуально. Но сейчас практически уже вот такие методы, о которых я сказал, небольшая операция и наблюдение за пациентом – это ранние формы рака. Мы к этому в принципе должны стремиться. Сейчас ведь очень дорогостоящие методы лекарственной терапии. Сейчас иммуно-онкология внедряется. Даже есть у нас уже в Ульяновской области в онкологическом диспансере иммуно-онкологические препараты. Это те препараты, за которые два врача в прошлом году получили Нобелевскую премию. Они уже есть в нашем регионе. Но лучше бы не использовать всю эту дорогостоящую терапию, а сделать небольшую операцию. Вот при раке молочной железы речь идет именно об этом. Поставить диагноз на стадии, когда это предраковое заболевание, когда это ранняя форма рака, когда не может быть метастатического поражения других органов. Вот на этом уровне выявить заболевание. У нас есть такие возможности. То есть здесь отсюда вытекает и прогноз. Конечно. Чем раньше мы выявим опухоль, тем больше шансов на полное излечение. И качество жизни, и продолжительность, и качество жизни будет абсолютно. И стоимость лечения. Это тоже сейчас немаловажно. Мы можем вот такими эффективными и не столь дорогими методами полностью излечить пациента. Представляете, как это здорово. Рак самое излечиваемое хроническое заболевание. Мы, когда беседуем со специалистами на различных образах семинарах, мы стараемся вот об этом говорить. То есть у нас есть возможность вовремя поставить диагноз и излечить пациента. Но это на самом деле так и есть. На сегодняшний день это вот тенденция современного здравоохранения. Ну, Марк Викторович, у нас сейчас действует национальный проект здравоохранения по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. И выделяются колоссальные средства на обновление оборудования, медицинских изделий. По всем отраслям, включающим в медицине. И, конечно, это касается в большей части и раздела онкология. И я считаю, что вообще это должно, конечно, дать нам положительный такой эффект в решении задач, направленный на борьбу именно с любым видом рака. В том числе и рака молочной железы. Вы согласитесь со мной? Конечно. Сейчас очень интересная пора в медицине, в онкологии, в частности. Никогда не было такого внимания со стороны лидера государства, со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, главных специалистов. И, конечно же, один из наиболее важных разделов национального проекта здравоохранения является проект борьбы с онкологическими заболеваниями. Это и национальный проект, и наша региональная программа Ульяновской области. И колоссальные средства, на самом деле, мы можем об этом говорить, в России почти полтора триллиона рублей будет выделено на реализацию проекта здравоохранения. Большая часть, до 70%, будет на онкологию. Но вот эти колоссальные средства, внимание огромное, требуют и колоссальных усилий, в том числе нашей системы здравоохранения, специалистов, к тому, чтобы вот эти обновления техники, создание центров амбулаторной, онкологической помощи, обучения специалистов не прошли впустую. И поэтому сейчас уже специалисты отчитываются по различного рода показателям. Два самых главных показателя, это снижение смертности должно быть в результате вот шестилетней программы, причем достаточно серьезная цифра, на 7,5% в России должна снизиться смертность от онкологических заболеваний. И еще один показатель выявления рака на первой, второй стадии, в ранних стадиях. Тоже этот показатель должен быть серьезно увеличен. Сейчас, наверное, чуть меньше половины выявляем мы онкологических заболеваний в первой, второй стадии. Большая часть, это третья, четвертая стадия. В мире третья, четвертая стадия называются запущенными стадиями рака. Соответственно, если мы будем больше выявлять рака на ранней стадии, мы больше будем вылечивать... Мы уже плаценту к этому подошли, чтобы выявлять именно первую, вторую стадию. Ну вот при раке молочной железы, например, в нашем регионе стабильно больше 60% это ранние формы рака, первая, вторая стадия. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы этот процент был выше. Отрадно, что почти половина вот этих выявленных ранних форм рака — это активное выявление рака. Это профосмотры, диспансеризация, маммография. То есть вот при раке молочной железы как раз это достаточно действенный механизм выявления рака на ранней стадии. Ну поэтому отсюда вытекает и, конечно, такое пристальное внимание, правильно сказали, со стороны руководителей. Беспрецедентный контроль со стороны губернатора идет за развитием именно онкологической службы, в том числе. Ну как за все отрасли здравоохранения, но онкологическая служба особенно идет. Потому что это напрямую зависит с развитием региона, с жизнью региона. Наша задача, вы задали вопрос, а как повлияют вот эти средства. Вообще за 6 лет больше миллиарда рублей будет из федеральных источников для нашего онкологической службы выделено. Это будет и, мы надеемся, новейшая диагностика. Возможность у нас увеличится в плане диагностики. Будет сейчас речь идет о создании референсного центра, чтобы эти маммографии, которые делают в поликлиниках, они пересматривались еще другими специалистами, чтобы мы не упустили ни одной патологии. Речь идет о том, чтобы были центры амбулаторной онкологической помощи, оснащенные современными методами диагностики и лечения. То есть будет приближена помощь онкологическая к жителям, например, отдаленных районов нашей области. Будет возможность пройти обследование. Чтобы одинаковые возможности были у всех абсолютно. Одинаковые вообще абсолютно возможности. В любом уголке нашего региона. Да, да, да. И это очень правильно, это доступность. Мы не должны забывать за этой доступностью еще и качество этой помощи. То есть современные противоопухолевые препараты, современные возможности, высокие технологии, которые сейчас осваивают наши коллеги-онкологи. Сейчас все больше и больше мы делаем операции, лекарственной терапии, лучевой терапии. Раньше мы направляли в федеральный центр таких пациентов, а теперь они проводят это качественное лечение, полное лечение, весь цикл у нас в области. Это здорово, я думаю, что будет улучшение в этом плане с реализацией национального проекта. Мы, с своей стороны, с стороны высшей школы, университета, надеемся, что будет акцент и на кадровую составляющую, подготовку. Сейчас ведь никакая программа не заработает без специалистов. И мы сейчас вот заинтересованы... Без четкой маршрутизации, чтобы все звенья работали этой цепи. Конечно, да, чтобы в первичных онкологических кабинетах работали врачи, подготовленные онкологи, чтобы в центрах амбулаторной онкологической помощи работали подготовленные специалисты, чтобы они должным образом и качественно оказывали эту помощь. Чтобы были подготовлены не только врачи, но и медицинские, среднемедицинский персонал. То есть, о чем вы всегда говорили, это чтобы у всех специалистов, не только у терапевтов, у каждого врача, у каждой специальности появилась такая онконастороженность в работе. Это однозначно должно быть. Да, мы позиционируем это на всех уровнях, потому что это очень важно. Ранняя диагностика – это профессиональные возможности врачей всех специальностей. Прежде всего, первичного звена в поликлиниках. То есть, ранней диагностикой занимаются не онкологи, ранней диагностикой занимаются врачи самых разных специальностей, прежде всего, первичного звена. И вот онконастороженность, она крайне важна. Начиная со студенческой скамьи, мы начинаем воспитывать это и заканчивая циклами усовершенствия, семинарами, школами ранней диагностики, которые вместе с специалистами онкодиспансера занимаемся. Это очень важные направления. Мы уже несколько раз сегодня сказали о том, что есть профилактический медицинский осмотр, и есть диспансеризация. И я тоже об этом всегда говорил, что на уровне поликлиники, на уровне любой больницы, это основной такой рычаг по снижению как раз этой заболеваемости, смертности, рака молочной железы в том числе. Конечно. К сожалению, неправильное представление о диспансеризации у населения, даже у медицинских работников. Я часто слышу, а что дает эта диспансеризация? Пришел, взял анализ, какой-то взяли анализ, и никто не поговорил, никто не осмотрел. Это неправильно. Это значит, дает сбой нашей системе. Диспансеризация – это возможность увидеть пациента, опросить его, тщательным, скрупулезным образом осмотреть, назначить необходимые в соответствии с его возрастом обследования. У нас других альтернативных вариантов на ранние обследования на рак не существует. У нас нет медицинских центров, где в полном объеме мы могли бы пройти обследование, рекомендовать. У нас не занимаются специализированные лечебные учреждения и ранней диагностикой. Поэтому, если люди спрашивают меня, например, как обследоваться на рак, я говорю, нужно идти в поликлинику по месту жительства, и там, в соответствии с вашим возрастом, вам назначены необходимые консультации, обследование лечения. Другое дело, что эта система должна работать очень качественно. И мы, и вы, наверное, в своей работе с этим сталкиваетесь. То есть этот фактор человеческий, он везде важен. И в том числе у нас есть оборудование, у нас есть возможности. Но, к сожалению, пока система не столь эффективно работает, как нам бы хотелось. Поэтому вот такие мероприятия, как реализация проектов, регионального компонента этого национального проекта, это очень важно. Обучение, семинары. И вот этот Всемирный день борьбы против рака молочной железы, он же не только направлен на информирование пациентов, но и медицинских работников. В том числе, конечно. Еще раз напомнить о том, что это важная тема. И, пользуясь случаем, тоже хочу еще раз об этом сказать, что диспансеризация сейчас для того, чтобы приблизить вообще это и усилить ее качество. Мы сейчас работаем в поликлинике и по субботам. И работают буквально, начиная с 8 утра и до 7 вечера, может прийти и действительно пройти диспансеризацию. То есть в удобное для человека время. То есть уже сделаны настолько шаги такие колоссальные, для того, чтобы приблизить этот процесс на самом деле. Ну и все-таки вот еще, возвращаясь к началу разговора, еще раз хочется, чтобы мы сказали о профилактике. Все-таки есть какая-то профилактика рака молочной железы? Ну, что касается профилактики рака молочной железы, я уже говорил, это нормализация семейных отношений. Все-таки стремиться нужно к более ранним родам. Понятно, что сейчас, к сожалению, мода на поздние браки, поздние роды. К сожалению, это расплачиваются и родители, и дети определенными серьезными, в том числе, заболеваниями. Вот профилактика рака молочной железы – это грудное естественное вскармливание. Вот я об этом уже говорил. И правильное отношение к себе вообще. Правильное отношение к себе. Почему называют рак молочной железы? Называют раком успешных женщин. Женщины, которые взваливают на себя слишком большой ворох проблем. Они занимаются карьерой, бизнесом, зарабатыванием денег. Они откладывают такие вещи, как выйти замуж, родить ребенка на потом. Они не сидят в декретном отпуске. Они не видят счастья быть рядом с ребенком. У них главная цель другая. И, к сожалению, вот такие женщины расплачиваются. Расплачиваются болезни успешных женщин. То есть вот эти тяжелые дистрессовые, хронические стрессовые состояния. Постоянный причем. Постоянный недосып. Ведь то, что человек недосыпает, это тоже фактор риска онкологических заболеваний. У человека мало мелатонина, который образуется в темноте. И мелатонин сейчас уже доказан. Он ответственный за сердечно-сосудистые заболевания. А это первое место среди причин смерти. И за онкологию. То есть вот эти вещи, они вроде бы простые, понятные. Но мне кажется, нужно повторять об этом, говорить об этом. И учить вот такому правильному отношению к своему здоровью, к жизни. С самого раннего детства. Ну что ж, дорогие телезрители. Вот такой сегодня у нас интересный и полезный разговор получился. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова